Всем привет! Продолжаем знакомиться с художниками Жоан Миро Ферра, иногда называют Хуан Ферра. Каталонский испанский художник, скульптор, график, направление его творчества, абстрактное искусство. Миро также был близок к сюрреализму. Работа художника похожа на бессвязные детские рисунки и содержит фигуры, отдаленно похожие на реальный предмет. Родился в 1893 году в Барселоне. Поступил в частную школу, где посещал, помимо прочего, уроки рисования. В 1907 году поступил в школу изящных искусств к Модесту Урхелю, художнику и драматургу. А уже через три года, в 1910 году, закончил бухгалтерские курсы в коммерческой школе Барселоны. Годом позже художник заболел, это было в 1911 году, лечился на родительской ферме. В 1912-1915 годах учился в частной художественной школе Франциско Галио в Барселоне, пишет первые картины. После этого его забирают на шестимесячную военную службу. В 1917-м осталась первая персональная выставка художника. Приезжает в Париж, знакомится с Пикассо, другими художниками. В 1921 году художник работает над картиной ферма, купленной, кстати, Эрнестом Хемингуэем. Посещает Голландию, создает серию голландские интерьеры. Вступает в брак с Пилар Хункас и Глесиас, уроженкой острова Майорка. В 1930-м у художника рождается дочь Марии. А уже в 1933-м, через три года, в Барселоне проходит выставка «Коллажей Миро». В период Гражданской войны 1936-1939 годов Миро живет на своей ферме. В 1937-м переезжает в Париж, кстати, скрываясь от фашизма. В Париже Миро живет в маленькой дешевой гостинице, пишет картину на тюрмот со старым ботинком. Знаменитая картина рисует афишу «Помогите Испании», призывая весь мир к борьбе с фашизмом. Во время Второй мировой войны переезжает в Оранжуиль, маленькую деревню на побережье Нормандии. В 1947-м получает заказ на роспись стен ресторана «Лей Гурме» и террасы гостиницы «Хилтон» в Сен-Ценате. В 1948-м возвращается в Париж. В разные периоды творчество Миро не равен себе прошлому. Он мог на несколько лет забросить живопись и работать только над керамикой, а потом заниматься только скульптурой и гравюрой. Но и в живописи не останавливался на сработавшем методе. Писал пальцами, поджигал холсты, разбрызгивал краски, выкрашивал огромные полотна в один цвет, оставлял в тщательно выбранном месте точку и линию. Я цитирую Википедию. Его работы, несмотря на кажущуюся простоту и спонтанность, всегда были тщательно продуманы. Композиции, формы, цветовые решения вымерены. В его картинах не было ни одной случайной точки. Еще в первые годы в Париже он сказал «Я хочу убить живопись» и занимался этим всю жизнь, изобретая, выбирая средства для расправы. Отказался от предметной живописи и его поиски в область, близкую к абстракции. В 1950-м пишет фреску для Гавардского университета, а в 1955-м году расписывает стены парижского отделения Нью-Неско произведением «Стена солнца и стена луны». В 1975-м в Барселоне основан фонд Жоанна Миро. Кстати, за всю жизнь он испытывал сильное влияние фавизма, кубизма и экспрессионизма. Умер 25 декабря 1983 года. Похоронил в Барселоне. Все, пока, всем привет, до свидания. Сегодня мы посмотрели работу и узнали немножко о Жоанн Миро Ферра, каталонскому спадскому художнике, скульптуре и графике, направлении его творчества, абстрактное искусство. Пока-пока, до свидания.